Минувшая неделя принесла множество ожидаемых, но оттого не менее интересных новостей, среди которых новый Mercedes Maybach S-класса выделяется как минимум ценой. Тем временем в Формуле-1 к уже заслуженному Мерседесам Кубку Конструкторов добавился седьмой чемпионский титул Льюиса Хэмилтона. Тоже не сюрприз. Марка Субару выкатила новое поколение BRZ, которое на поверку оказалось не совсем новым, но этого следовало ожидать. Volkswagen раскрыл комплектации давно обещанного для России восьмого гольфа. Porsche Taycan предсказуемо подешевел на фоне обнуления таможенных пошлин на электромобиле. Флагманский кроссовер Geely Tugello прогнозируемо оказался недешевым. Kia официально подтвердила причину задержки с продажами дизельных Sorento, о которой и так все догадывались. И только облик новейшей Honda Civic оказался совсем не таким, как можно было надеяться. Скользкая трасса Гран-при Турции обусловила самую интересную гонку Формулы-1 в нынешнем сезоне. Организаторы неожиданно уложили свежий асфальт, а не знавшие об этом шинники привезли самые жесткие покрышки. В итоге уже во время пятничной тренировки гонщики развернулись 25 раз. Самой гонке обошлось без дождя, но на мокрой трассе никто не рискнул перейти на слике. Выиграл же кошмарный Гран-при Льюис Хэмильтон, что принесло британцу седьмой чемпионский титул. Серхио Перес финишировал вторым, это подняло команду Racing Point на третью строчку Кубка Конструкторов. А третьим финишную черту пересек Себастьян Феттель, добившись лучшего для себя результата за сезон. К слову, большую часть гонки лидировали Лэн Стролл и Серхио Перес. Но, когда трасса начала подсыхать, экстремальные дождевые настройки машин перестали работать. Наш Даниил Квят проехал без аварий и почти без ошибок, но только в 12-м. Во Франции завершился европейский чемпионат GT World Challenge. Выиграл его 20-летний казанец Тимур Бугуславский. В последней гонке тысячи километров поле Рикара Тимур занял 18-е место, но набранных ранее очков хватило для титула. Выиграл же финальную гонку экипаж команды SMP Racing на Феррари. В его состав вошли итальянец Алессандро Гуиди, англичанин Том Блунквист и француз Каме Ледогар. Другой экипаж SMP Racing Сергей Сироткин, Тони Виллендер и Антонио Фокко выиграл квалификацию, но саму гонку завершил седьмым. Выступая двумя машинами, российский коллектив набрал 80 очков за 4 этапа, что позволило выиграть командный зачет чемпионата. Пять лет назад убыточный Maybach прекратил существование как отдельный бренд. Теперь с такой приставкой с большим успехом продаются самые роскошные Мерседесы. И выдержав паузу после премьеры нового S-класса, немцы представили и новый Мерседес Maybach. Рецепт создания суперверсии остался прежним. Больше длины, роскоши и немного особенного декора. По сравнению с прежним Maybach колесная база растянулась на 3 сантиметра. Но если сопоставить с обычным длиннобазным S-классом, то прибавка целых 18 сантиметров. За дверями скрываются теперь строго двухместные апартаменты, которые могут предложить несколько неожиданных опций. Это обогрев шеи, массажер ног и ассистент подачи ремней безопасности, который услужливо подаст лямки пассажирам. К обилию дерева, раскладным столиком, небольшому холодильнику, набору бокалов и премиальной акустике со встроенным шумоподавлением покупатели Maybach уже приучены. Из нового появилось лишь адаптивное освещение салона. Купить сухопутную яхту можно будет уже до наступления нового года. Правда, это привилегия для избранных рынков, в число которых входит и Россия. Цены пока неизвестны, но ориентир 11-12 миллионов рублей. Поначалу для богатой публики выкатят пару полноприводных версий с мягкогибридными надстройками. Первая с 4-литровым B-Turbo V8, а вторая со старым добрым 6-литровым V12, которого, к слову, обычный S-класс уже лишился. Современный образ марки MINI составили юркие хэтчбеки и компактные кроссоверы. Но автомобильное будущее — это электрические беспилотники, то есть средства не индивидуальной, а коллективной мобильности. Своё место в этом мире ищет и марка MINI. Результат изысканий — концепт Vision Urban Out, который, вопреки моде на кроссоверы, утверждает, что мини-вены вымерли не навсегда. Идея минималистичного однообъёмника с единственной сдвижной дверью и широкими возможностями трансформации салона выглядит рационально. Чем же заниматься пассажиром, если машину ведёт автопилот? Откинуться на подушках и релаксировать в самодвижущейся комнате из экологичных материалов. Серийных перспектив Urban Out, конечно же, не имеет. Но некоторые решения, вроде диодных колец фар или псевдорешётки радиатора, за которой спрятаны необходимые автопилоту радары и лидары, мы ещё можем увидеть. Смена поколений без смены дизайна очень в духе Subaru. Но вторая генерация спорткара BRZ выглядит как результат глубокой модернизации модели 2012 года. Габариты практически не изменились, зато центр тяжести стал ниже. К тому же машина потяжелела на полцентнера, хотя из алюминия теперь не только капот, но также передние крылья и крыша. В салоне водителя встретят старый руль, а из современных примет 7-дюймовый экран виртуальных приборов и 8-дюймовый тачскрин медиасистемы. Вместо двухлитрового оппозитника атмосферный мотор 2.4. Трансмиссия в целом прежняя. Это задний привод и шестиступенчатые коробки, механика и автомат. Дифференциал повышенного трения ставится на все модификации. Технически удивительное дело. Спорткар остаётся единственной моделью марки, которую не перевели на новую глобальную платформу Subaru. Свежий BRZ заимствует лишь отдельные её элементы, но базируется на собственном шасси, не имея прямых родственников в модельном ряду плеяд. Схема осталась прежней. Стойки Макферсона спереди и независимая двухрычажка сзади, но её боковая жёсткость увеличена на 60%. Система стабилизации перепрограммирована. Теперь водителю доступны 5 настроек и возможность её полного отключения вдобавок. Выпускать же купе будут в Японии, а продажи в Америке начнутся лишь осенью 2021 года. В Европу и Россию BRZ уже не вернётся. Хонда Civic 11-го поколения тоже едва ли доедет до нашей страны. А жаль, бывший революционер вдруг примерил стиль офисного клерка, и такой дизайн обычно нравится российской публике. В прошлом остались и эксперименты над форматом. Хонда не пытается сделать седан, похожий на однообъёмник. И вообще, в новой генерации Civic стал спокойным, если не сказать солидным. Интерьер, пока засвеченный на единственном скетче, вообще насквозь пропитан ретромотивами. Хотя сама марка уверяет, будто подстраивалась под вкусы американской молодёжи, которой сейчас не больше 25 лет. Формально перед нами прототип, а полноценную премьеру Хонда проведёт через неделю-другую. Тогда же мы узнаем все технические подробности. А вот возвращение Volkswagen Golf – дело решённое. Российский офис обещал нам восьмое поколение практически сразу после его премьеры. Но тем приятнее, что обещания сбываются. Предыдущий Golf находил у нас менее тысячи клиентов в год. Учитывая это, из всего многообразия вариантов привезут нам только хэтчбеки в двух версиях. Первая модификация – это максимально упакованная машина с нестандартным для Еврогольфа, но привычным в России турбомотором 1.4 и 8-ми диапазонным автоматом. В списке оборудования заявлены матричная оптика, трёхзонный климат-контроль, виртуальная панель приборов, система бесключевого доступа и водительское кресло Ergo Active с подогревом, массажем и памятью. Вторая версия – это горячий Golf GTI со всеми сопутствующими атрибутами вроде спортивных сидений, декорированного салона и тому подобных вещей. К обеим машинам за доплату можно будет приладить проекционный дисплей, панорамную крышу, а также продвинутую медиасистему с 10-дюймовым дисплеем и премиальной акустикой. Цены объявят ближе к началу продаж, но дешевизный Volkswagen нас явно не удивит. А вот цены на электрический Porsche Taycan в России благодаря отмене таможенных пошлин оказались очень привлекательными. Как выяснилось, базовый седан будут продавать примерно за 7 миллионов рублей. Для сравнения, в Германии за такую же машину просят 103 тысячи евро, то есть больше 9 миллионов рублей. Неплохая разница, не правда ли? Поставки первых автомобилей назначены на конец ноября. Тогда и узнаем, готовы ли наши чиновники, нефтяники и банкиры проголосовать рублем за зеленый Porsche. Или они останутся верны классической панамере. Между тем, в Россию решено поставлять только Taycan'ы со старшей батареей, которой в смешанном режиме хватит на 400 километров пробега. От немецкого премиума переходим к китайскому. Выводя на рынок свой самый дорогой кроссовер Tugela, компания Geely не стала создавать новый синтетический бренд, а выпустила модель под своей обычной маркой. Может и правильно? Ведь машина на платформе Volvo XC40 выглядит достойной статуса флагмана. В единственную комплектацию Flagship за 2,5 миллиона рублей включены светодиодная оптика, 20-дюймовые колеса, 6 подушек безопасности и щедрый набор электронных помощников водителю. А еще есть продвинутая акустика, панорамная крыша, обогреваемые подстаканники и теплый пакет опций. Флагману полагается самая мощная версия двухлитрового турбомотора, 8-ми диапазонный автомат и полный привод. Приятный бонус – система выбора режимов движения. Позже должны появиться версии попроще. Первую сотню машин собрали на белорусском заводе Белджи, но дальнейшие поставки пойдут напрямую из Китая. При таких ценах импорт выглядит оправданным. 1 декабря Kia начнет принимать заказы на рестайлинговый хэтчбэк Rio. До этого он назывался Rio X-Line, но теперь название укорочено до Rio X. Стартовые версии подорожали на 5000 рублей, а вот топовая прибавила все 50. Модернизированную пятидверку легко опознать по фарам и увеличенной решетке. На корме укрупнились ставки, имитирующие воздуховоды, а в центре бампера прописался противотуманный фонарь. В салоне изменилась медиасистема и приборы. Набор агрегатов ожидаемо остался прежним. Из технических мелочей подметим другие втулки сайлент-блоков задней подвески, а также более крупный бачок омывателя. Петербургский завод компании Hyundai делает не только Kia Rio, но и седаны Solaris, которые в честь десятилетия предприятия выпущены в юбилейной версии. Лимитированная серия отмечена характерными шильдиками снаружи. Внутри, помимо надписи «10 лет», присутствует центральный подлокотник с боксом и регулировкой, USB-разъем для задних пассажиров и коврики на полу. К слову, спецверсий получилось сразу две. Первая создана на базе комплектации Active Plus. Она имеет дисковые тормоза сзади, полноразмерную запаску, хромированную решетку радиатора и 15-дюймовые колеса. У руля есть регулировки по углу и вылету. Вторая версия получена из исполнения Comfort. У такого Solaris есть парктроники спереди и сзади, датчик света, климат-контроль и полностью светодиодная оптика. В юбилейную серию войдут всего 4500 машин. Телеканал Автоплюс уже рассказывал, что дилеры марки остановили продажу и выдачу покупателям дизельных Sorento нового поколения. Покупатели предполагали, что проблемы обнаружились в программе управления роботизированной коробкой передач. Поэтому всем выпущенным машинам нужна срочная перезаливка софта. Московский офис корейского бренда уверял, что отсутствие дизелей вызвано острым ажиотажем. Однако теперь позиция изменилась. Пресс-служба Kia заявила, что старт продаж кроссоверов отложен на неопределенный срок после дополнительной инспекции первой партии автомобилей. По ее результатам решено изучать ситуацию дальше. А о возобновлении продаж Kia сообщит отдельно. Как известно, Россию один за одним покинули все компактные фургончики, за исключением Lada Largus. Теперь на почти свободную поляну решил хитро вернуться Peugeot. Под Калугой только что начали сборку машин прошлого поколения. В начальную комплектацию за 1 миллион 200 тысяч рублей включены системы стабилизации, подушка безопасности водителя до защиты картера. Доплатить предлагают за противотуманки, медиасистему и кондиционер. Машина будет оснащаться двумя моторами – бензиновым и дизельным. Коробка передач – только пятиступенчатая механика. К февралю поспеет и удлиненная на четверть метра версия. Она будет дороже на 90 тысяч рублей. Зато правая сдвижная дверь для нее заявлена как базовое оборудование. Если повезет, со временем модель подешевеет. Французы раздумывают, стоит ли выпускать в России 90-сильный турбодизель. Но финальное решение пока не принято.